Видите, нас уже спрашивают, не мы ли группа, которая называется City Wonders. Но мы не они, мы группа, которая очень хорошо покушала и нам так хорошо, что прямо вообще огонь. Да, он записывает, он записывает. Говядинка, прекрасная говядинка, которая так вдохновила нас на продолжение нашей прекрасной экскурсии. На площади Дофина, которая, собственно, одна из самых старых площадей города Парижа. Вы видите вот этот как раз французский ренессансик с кирпичными вкраплениями, характерными. А мы с вами находимся на Стрелке, Стрелке Сите, где, соответственно, у нас памятник Генриху Четвертому. Генрих Четвертый занимает совершенно уникальную историю. Перед ним была полоса очень тяжелых религиозных войн. И именно при нем был изнутри эдикт, который, нельзя сказать, что он положил конец этим войнам, нельзя сказать, что он примирил нацию, но, по крайней мере, он дал немного выпустить пар. Одним из проявлений этой войны будет, я вам буду рассказывать дальше, но у меня на канале уже и это было, я рассказывала, Варфоломеевская ночь, когда как раз таки на свадьбу Генриха Четвертого с королевой Марго. Королева Марго была дочерью Екатерине Медичи, которую, благодаря и Дюма, и многим там ранним историкам, трактуют как какую-то дева лицу, которая там всех травила и все, вот она хотела погубить. На самом деле, у нее очень трагичная была судьба, и она-то как раз хотела положить наконец-конец вот этой гражданской войне. И вот этот акт, что католическая, ее дочь католическая выходит за еретика, да, за проклятого Генриха Четвертого, он должен был примирить два лагеря. Сюда понаехало в город огромное количество, соответственно, протестантов, протестанты, гугеноты, они были тоже не лапочки. Сначала эта резня произошла не в Париже, сначала резня произошла в другом городе, и устроили это ее как раз протестанты на самом деле. Их можно было очень легко узнать, они все были в таком черном, да, в одеяниях, соответственно, сразу же выделялись столпы. Ну вот я рассказывал вам, как проходила прекрасная свадьба Генриха Четвертого с Маргаритой Вуа в соборе Парижской Богоматери. И Генрих тогда, это такая апокрифичная фраза, что Париж стоит мессы. Он после этого конвертировался, он принял католичество. Как раз таки после Варфоломейской ночи, что ему, конечно, его собратья по вере не могли простить, он был отступник, бла-бла-бла. Но он был не просто отступником, был государством на человек. Но при этом, как истинный француз, он был дитя своего времени. И при него вот в гусарской балладе была такая песенка замечательная, она звучала так. Жил-был Анри, ведь именно Анри, не Генрих, да, потому что он Анри по-французски. Жил-был Андрей Четвертый, он славный был король, любил вино до черта, но треск бывал порой. Это, значит, первое проявление чисто такой французской, соответственно, черты. Войну любил он страшно и дрался, как петух, и в схватке рукопашный один он стоил двух. Петух, я хочу напомнить, это государственный символ Франции. Однажды смерть старуха пришла за ним с клюкой, ее ударил в ухо, он рыцарской рукой. Еще любил он женщин и знал у них успех. Победами увенчан, он жил счастливый из всех. Значит, у Генриха Четвертого после Марго, которая умерла, не оставила ему фактически наследников, была вторая жена Мария Медичи. Вот мы видели Люксембургский дворец. Это вот она для себя, собственно, построила. Мария Медичи, Генрих Четвертый, это мама и папа Людовика Тринадцатого, которого играл Олег Табаков в фильме Тринадцать мушкетеров, соответственно. Но смерть полна коварства, его подстерегла и нанесла удар свой ножом из-за угла, где, я вам покажу, на самом деле, Равальяк его убил. От этого удара кровь брызнула из жил и нечестивец старый скончался, как и жил. Генрих Руа вошел в историю Франции как бо, хороший король, да, то есть вот про него такие песенки, да, что он треск бывал порой, любил женщину, он действительно женщин любил, и у него было несколько любовниц и несколько бастардов, и все это приносило, конечно, массу приятных минут той самой Марии Медичи, но своего собственного наследника он так и заделал. И вот эта статуя, она должна была здесь находиться изначально по проекту обустройства вот этой стрелки. Перед этим было несколько проектов обустройства вообще этой стрелки, я их вам покажу отдельно, чтобы все посмотрели, чтобы даже наши операторы насладились этой прекрасной информацией. Прыгая с веры с конфессии в конфессию, как бы мы сейчас сказали, тем не менее, после него Франция, наконец, более-менее успокоилась. И вот слово толерантность, которое мы сейчас знаем, оно на самом деле, оно не от хорошей жизни произошло. То есть изначально толерантность, это вот толеранс, это французское слово, это чтобы, да, вера, терпеть, это чтобы, наконец, дать понять, что, ну вот и, ну как вот, в 20 веке доказывалось, что и женщина-человек, а тогда, значит, доказывалось, что гугенот, они тоже люди. Соответственно, это целиком и полностью заслуга Генриха IV, и ему уже принадлежит такая тоже полуапокрифичная фраза, я хочу, чтобы у каждого француза по воскресеньям была курица в супе. То есть это большой показатель, но курица в супе даже у наших крестьян, даже в 19 веке, ну, мягко говоря, не у всех была. Вот, поэтому за это, конечно, французы его любят, вот за то, что он и дрался как петух, он действительно был бравый, за то, что он и женщин любил более чем и так далее. Ему поставили эту статую, она была инновационная по ряду причин. Во-первых, она не на пеньке. Все, вот мы увидим с вами на площади Вагезов, еще, значит, обязательно лошадь на пеньке, ну, потому что иначе она свалится. Здесь лошадь не на пеньке, это первое. Второе, обычно статуи ставили, вот, например, пляж Дю Виктуах, площадь Победы, вы видите, или то же самое Вагезов упомянутая, обычно статуи стояли в обрамлении там, домов и прочее. Здесь она на открытом пространстве. И она здесь простояла благополучно до, соответственно, революции, когда, опять-таки, бравые солдаты и матросы, это нормальная история, это и у них, и у нас так происходило очень часто, они сюда пришли, скинули ее и раскололи и частично утопили в сене. У нас очень любили тоже так поступать, вот, там, еще даже до революции, тоже во время немецких погромов у нас народ там зажигал там статуи Крушева с немецкого посольства, ну, а во время революции там уж сам Бог велел скинуть статую Скобелеву проклятому, всех этих Александров и прочее, прочее, прочее. То есть, как бы, мы абсолютно не пионеры в этом. А это уже ее реинкарнация целиком и полностью, и действительно, он здесь очень напоминает оригинал, причем в оригинале, говорят, у него еще был больше такой нос бурбонский, стоит здесь и процветает. Но с этой стрелкой, опять же, честно говоря, Васильевского острова, с этой стрелкой связаны еще ряд замечательных историй, про которых я вам расскажу, когда мы уже спустимся на саму эту стрелку. А сейчас я вам покажу ряд картинок, пока можно выключить. В Париже есть такой очень интересный оксимарон под названием Новый мост. На самом деле, это один из самых старых мостов. До этого в Париже было всего четыре моста, и нужно было соединить вот эту местность с Сан-Жермен. Вот мы были возле церкви Сан-Жермен-де-Пре, церкви Святого Германа, в Лугах. Да, то есть там были Лугас, страшно. Там была просто одна из известных ярмарок. В чем была проблема? Проблема была в том, что раньше все мосты, на всех мостах стояли дома. На всех. Это было крайне выгодно. Дома и лавки, самое главное. То есть, и это был первый мост в Париже. Он начал строиться, опять-таки, еще, то есть, сдавался он, грубо говоря, при Людовике XIII. Это был первый мост в Париже, где не было вот этих лавок. Ну, по проекту, по крайней мере. Естественно, когда этот новый мост был построен, предприимчивые французы все равно здесь эти лавки понастроили. И вот в музее Карнавале, который сейчас, к сожалению, закрыт на ремонт, там есть прекрасная картина, которая показывает Париж того времени. Это как раз вот Париж мужский терский. Когда они переходили через этот мост, они обязательно проходили мимо вот этих вот огромного количества лавок. В одной из таких лавок, правда, не на этом мосту, а на другом, были якобы куплены отравленные перчатки специально. Значит, молва приписала тому, что, ну, Екатерина Медича, она была мастерица по отравлениям. Опять-таки, спасибо большое Александру Демо-старшему. Он, видать, после того, как вот попробовал гашиша в особняке Ландерна, на набережной Анжу, дом 17. Да, он, да, кстати, когда он там в этом клубе ассасинов тусовался, вот он написал «Граф Монте-Кристо» и все трилогии «Мушкетеров» он тоже в этот момент написал. Ну, как бы, как написал, то есть он написал совместно с своим литературным негром Маке. Поэтому, как бы, фантазии, я думаю, ему это прибавило на самом деле. Вот эта панорама, она выглядит совершенно иначе. И теперь это один из, как бы, самых главных, именно старейших мостов города Парижа, который для нас сейчас является, ну, таким уже частью этого архитектурного комплекса. А тогда это была, ну, такая относительно инновация, да, то есть тогда вот эти мосты построить каменные. У нас вот в Москве, когда каменный мост построили, так это был прям праздник-праздник на самом деле. Я уж про Петербург, я уж вообще молчу, там первый постоянный мост в середине 19 века появился, боговеченский. А то вот, пожалуйста, уже много веков стоит и радует. Сейчас мы с вами спускаемся непосредственно на Стрелку. Совершенно уютнейший садик такой, ну, правда, видите, такой немножко вытоптанный, потому что, ну, вы представляете, какие орды туристов тут, значит, шарятся, тут как не ухаживай, да, толпа китайцев пройдет и все, после них хоть трава не расти. Вы видите, что, ну, мы туда не пройдем, потому что там сейчас идет какой-то ремонт, выглядит оно как стрелка, я покажу, как это раньше выглядело. Раньше здесь было три острова, на самом деле. Один оставался остров, два, это Коровий остров, еще один остров назывался, а, еще один остров назывался Перевозчиков, еще один остров Евреев. Почему остров Евреев? Потому что здесь их благополучно жгли пачками. Ну, за что? Хороший логичный вопрос. Ну, значит, таки за что, таки за что, это потому что я еврейка, да, как у нас было уже мем наш. Дело в том, что сегодня мы поговорим про того человека, Филипп Красивый его звали, король был такой французский, ходил, как и все нормальные короли, тоже в крестовый поход. Он как раз бодался с плантагенетами очень сильно, и вот был такой король Ричард Левиное Сердце, Рейшард Кок де Льюн, как его французы называют, а там он, значит, Лайнхарт. Они вот вместе с ним пошли в этот поход, там не нашли общий язык, и на обратной дороге Ричард Левиное Сердце попал в плен к одному германскому, соответственно, королю. Ну, и Филипп Красивый, было известно, что Филипп Красивый это немножко подстроил для того, чтобы на время соперника убрать. Его в итоге выкупили, этого Ричарда Левиного Сердца, за большие деньги. Но суть не в этом. В общем, этот Филипп Красивый, он жил непосредственно. Ему постоянно нужны были деньги, и вот как раз первое, что он сделал, как он эти деньги изъял, он начал гонение на евреев. Это крайне выгодно и практично, как он считал. Да, да, значит, были организованы процессы, он собрал все талмуды и сжег, уж не знаю, на этом ли острове или нет. А здесь он, соответственно, их благополучно сжигал. Есть такая теория, она мне очень нравится, что как только, соответственно, страна изгоняет евреев и вообще начинает на них, так в стране начинаются проблемы. А как только в страну они приходят, ну, в Голландию, например, да, из Испании они прибыли, так золотой век. Испания, соответственно, закончила свое существование, ну, в былом величии имеется в виду. А в Голландии такой золотой век, что Петр Первый, когда-то приехал, он обалдел и решил точно такую же Голландию на Васильевском острове соорудить. Так ему там все понравилось. И, значит, первая, соответственно, была цель, это евреи. А затем, затем здесь состоялся суд над тамплиерами. Значит, кто такие тамплиеры? Это от слова тампль. Тампль – это храм. Здесь вот дальше, на правом берегу, есть даже целый район тампль, они там жили. Значит, этот, соответственно, храм имеет в виду храм Гроба Господня. Опять-таки, идет это все от крестовых походов, потому что, когда они ненадолго, правда, отвоевали кусок этой священной земли, туда, естественно, отправилось огромное количество паломников. Паломников надо было охранять, ну, потому что все-таки местное население иногда не очень дружественно было настроено, мягко говоря. А была проблема, то есть все средневековое общество делилось на три касты. Значит, одна каста воюет, вторая каста молится, а третья каста на них работает. Да, соответственно, рыцари, священники и крестьяне. Все крайне удобно, практично и закономерно. И, соответственно, монах не мог стать рыцарем. Он не мог брать в руки оружие под тем меркам. И тогда родилась совершенно новая формация, как раз-таки, монахи-рыцари. То есть это был такой микс. Они, вообще, тамплиеры изначально были, проповедовали идею, ну, нищенства, да, вот эти кресты, откуда у них, это вот как раз отсюда. Что дальше происходило с тамплиерами? Дело в том, что, во-первых, они в какой-то момент, такие все бедные, нищие, несчастные, но они изобрели систему под названием чек. В чем была проблема средних веков? Вы ведете торговлю. То есть вы едете куда-то закупать товар. Вам же надо платить за что-то это? Это вы представляете, вот это количество золота или серебра тащить. А вокруг-то, как бы, добрые люди. Соответственно, добрые люди-то, в общем-то, понятно, как они хотят сделать свой бизнес. И вот тогда была придумана система, как мы сейчас сказали, расписок. То есть вы, ну, это, конечно, все на доверие строилось, но, тем не менее, вы выписываете, приезжаете, вам доверят. Это было крайне удобно. Вот за счет вот этой инновационной схемы тамплиеры очень быстро стали обогатеть. Второе, когда люди отправлялись там куда-нибудь в паломничество или в тот же самый крестовой поход, они часть или все свое состояние или прочее, они либо назначали опеку из тамплиеров, либо они отдавали им, грубо говоря, в залог. Не в залог, точнее, а просто на хранение, да. Банковская ячейка такая. А они могли не приходить обратно, что случалось и нередко. В этой связи, соответственно, все отходило тамплиерам. Плюс еще были, естественно, пожертвования обязательные, да, в их орден. И вот они потихонечку, помаленечку из этих нищих превращались в совсем не нищих людей. Был такой замечательный историк Мацех или Мацех, и он такую версию рассказал, очень интересную, что в какой-то момент эти рыцари где-то там встретились, значит, с книжниками еврейскими. Еврейские книжники их научили, что воду надо, соответственно, не освещать и кипятить. Это крайне полезно для здоровья, потому что дохли в крестовых походах в основном от дизентерии и от прочих болезней. Вот Ледовик Святой от кровопоноса, собственно, и закончил свои дни. Потому что они вот так вот делали, и считалось, что все нормально. Второе, что аль-кахоль, вот это арабское изобретение, алкоголь, его можно не только внутрь, а вообще-то им можно там рамки, например, обрабатывать. Ну и третье, мол, типа вот это, типа, евреи их и научили этому банковскому чеку. Ну это, короче, такая вот версия, как бы им рассказано, очень красивая версия. Но факт в том, что действительно у тамплиеров довольно быстро люди перестали дохнуть. А если у соседа дохнет, а у тебя не дохнет, это, значит, явно дьявол. Явно дьявол. И, да, и, соответственно, вот последний магистр ордена тамплиеров, Де Моле его звали, у них было огромное количество филиалов, здесь у них был целый вообще, ну как бы сейчас не дистрифт, господи, у меня в Европе русские слова заканчиваются. Агон де Смол, да, район, целый квартал. Это была крепость в крепости, она была надежной абсолютно во всех отношениях, она была надежна с точки зрения хранения денег, она была надежна с точки зрения защиты, потому что, ну, в общем-то, средние века, не забывайте, еще даже иногда по речке Сенушки спускаются добрые молосы и могут вам тут сделать ата-та. Филипп Красивый сначала принялся распростертыми объятиями этого, значит, Де Моле, все, хорошо. А потом он вдруг начал на них гнать. Начал гнать. Почему? Потому что появились доносы. Донос один свидетельствовал о том, что они поклоняются Бафомету, это, короче, сатане. Вот у них там пятиконечная звезда, этот козел с рогами, они там плюют на Христа и прочее. Вот смех смехом, а я-то смотрел выпуск на телеканале, то ли день в интернете, то ли святой, короче, что-то там, и там в течение трех минут дядечка, ну, они там топят за, естественно, монархическую идею и прочее-прочее, так они даже говорят, что, а вот, вот, а вот Филипп Красивый Агюст, вот, который, вот он оклеветан, а на самом-то деле, ведь они все признали тамплиеры свою, как бы, вину-то, ну, конечно, признаешь, когда тебе ноги сжигать начнут, как бы, или прочее, ты все-все, что угодно скажешь, да, и что моя мама черепаха, как бы, с тремя головами, все признаешь. Причем он говорил, что, типа, а вот малеты не пытали, и вот так пытали, что он носилках на казнь вынесли, это я забегаю вперед, да, то есть ему там ноги вообще аж по поляшке сожгли просто, ну, вот, в этом случае, конечно, ты там и на Христа начнешь плевать и что угодно, там, и с чертом совокупляться. Вытащили они эти показания, значит, сначала был первый суд, во время которого Демалеева сподручные отказались от своих показаний, а это был еще более тяжкий грех, ну, и в итоге, соответственно, их приговорили к смертной казни, и благополучно вот именно на этом месте, где мы с вами стоим, ну, примерно, да, вот на этом острове и сожгли, то есть тут, как бы, соответственно, люди с попкорном вокруг стояли, это все дело наблюдали, ну, потому что зрелище, что они так часто магистра тамплиеров сжигают, вот, а тут, как бы, ребята, отличная встреча ВКонтакте, собираемся, 16.00, как бы, билеты со скидкой в первом ряду, вот, все стоят, наслаждаются, и вот это Демалеев, да, их еще приговорили, вот за то, что они второй раз отреклись с сожжением на медленном огне, то есть шоу было не томным, абсолютно, да, это не Жанна Дар, которая там, нет, их еще сжгли на медленном огне, ну, люди знали толк в развлечениях, это, это потихонечку, ну, вообще, на самом деле, когда людей сжигали, они, естественно, в основном-то умирали не от огня, а от удушья, да, то есть в основном, а здесь, видать, все было, все было организовано так, чтобы ты все-таки умирал, как бы, вот, не только от удушья, а чтобы тебя вот реально поджаривали, вот, это, как вы понимаете, добавляет мероприятию определенной зрелищности, да, соответственно, люди не зря собрались здесь, да, но в моста, кстати, еще никакого не было, хочу сказать, вот я вам показывал, да, новый мост, тогда еще никакого нового моста не было, соответственно, они где-то так вот с берегов, с берегов на это все дело взирали, и вот этот вот де Мале, он проклял короля, он проклял папу, а папа, да, еще что сделал, Филипп, красивый, он, есть такое понятие, авеньонские папы, дело в том, что он этих пап, он как бы одного из пап пригласил в гости, и так он пригласил в гости, сказал, а что ты поедешь обратно в Рим, ну, оставайся, мальчик, с нами будешь нашим королем, и поселил его в Виньоне, ну, типа так в гостях, и вот он там остался, и в итоге несколько поколений пап, они так и назывались в Виньонский папа, следующий папа как раз был француз, и он-то сначала вроде как, ну, понимал, что это все дичь, конечно, дичайшая, но Филипп красивый ему намекнул, что, в принципе, костры бывают не только для рыцарей, но и для еще определенного контингента, и папа сказал, да-да-да, все, конечно, они, вот, и еще у него была правая рука, точнее, две правых руки у этого прекрасного Филиппа красивого Донагаре, и еще один, я не помню, как его фамилия, подзабыл, на самом деле, вот он сказал, что, короче, что ты, мой дорогой Филипп красивый, что папа, что вот твои подручные, вот, скоро мы с вами встретимся, да, и года не пройдет, и реально года не прошли, они все сдохли, все как один, да, а все сыновья, соответственно, Филиппа красивого тоже все не, ну, то есть, они умирали, не про царство, там, и должного количества лет. Ну, это, конечно, скорее всего, не от проклятия, ну, как, ну, что не от проклятия, ну, что, ну, интересно же, давайте от проклятия, ну, в конце концов, пусть хоть что-то будет от проклятия, да, не от проклятия, это вот, как бы, говядинка с рисом, вот она нет, она не от проклятия, да, прекрасная говядинка с рисом, да, А все остальное давайте все-таки будет от проклятия Ну так интереснее жить Морис Дрион написал прекрасные книжки Был снят замечательный сериал Я смотрел на французском языке Очень круто стилизованный В таком неоготическом стиле Ну вот понимаете Вот реально такая была история И вот эти вот тамплиеры перестали быть Самое смешное Он же знал, что у них там Деньги, бабла, они приходят А бабла-то и нет А где оно? А бабло-то, а бабло-то оно вот понимаете В чеках Они сначала же не поняли, там какие лежат бумажки С циферками, что за циферки А это и было то самое бабло То есть вот как бы настолько тамплиеры Определи время И вот есть такая теория у того же Мацеха Что часть этих тамплиеров Они скрылись в Швейцарию В Горную И соответственно вот в этой Швейцарии Откуда бабло в Швейцарии Страна такая богатая Шоколад там растет на деревьях И прочее Альпийские Какао-бобы там прямо цветут и пахнут Откуда это все? Вот стамплиеров на самом деле То есть они, грубо говоря, заложили основу Вот этому будущему швейцарскому богатству Страна абсолютно нищебродская Которая была до этого Ну что там горы и озера Но извините На горных лыжах тогда еще мало кто катался И Набоков как бы туда еще не приехал И наши доблестные революционеры Тоже там им кассу не делали Поэтому как бы Вот есть такая версия Что вот это все процветание Оно именно стамплиером Вот в таком замечательном месте Мы с вами находимся А он так тоже и называется Ле Руа Моди Это проклятые короли Но я его на французском смотрел Моди это Мо это плохой Ди это говорить То есть это все проклятые Представьте себе Представьте себе Представьте себе Представьте себе Я сегодня решил немножечко Перестроить маршрут Потому что Ну в свете вот Этих волшебных девайсов Которые у вас есть Да Я много чего успеваю И очень важно на самом деле Прежде чем я покажу вам Собор который в народе Здесь получил название Кремлин на сене Либо Нотр-дам до Путин Нотр-дам Путина Там потрясающая будет история Очень важно как раз Перед этим показать вам Вот этот собор Потому что это естественно Главная парижская точка Православная Он строился еще В 19 веке Аж сам Александр II Дал там по-моему 150 тысяч франков Это после революции Было местом притяжения Всей естественной миграции Все нынешние Ура монархисты Для них это конечно Святое место Ну то есть Я вам просто перечислю Сейчас просто на секундочку Допустим Кого здесь отпевали Ну здесь отпевали Ивана Тургенева Тургенев Если вы знаете У него был Такой роман Один и на всю жизнь С Полиной Виардо Который Его мать называла Проклятая цыганка Но как поет И поскольку У Тургенева была Очень сложная судьба Мама его порола Очень сильно Он порой не знал за что Он спрашивал вообще Мама за что ты меня порешь А он говорит А вот будешь знать И он Я не помню во сколько Но реально почти в детском возрасте Пытался из дома убежать То есть Тот кто в 17 лет Убежал из дома Вряд ли поймет того Кто учился в спецшколе Вот на самом деле Это как раз про Тургенева Потому что мама у него Была очень богатая Но денег Она ему не давала С Тургеневым связана Потрясающая история Французская Он был как раз здесь во Франции У него не было очередной раз денег Он просил мамы Прислать ему Посылочку И она прислала посылочку Такую тяжелую Весистую Он так возрадовался Думал не знаю Может там Слитки что ли золотые Открывает Там кирпичи Ну вот такие вот У них были семейные приколы И в это Полину Виардо Были влюблены Ну практически все Причем если вы посмотрите На ее фотографию Ну Очень такая Странные внешности Женщина Но видать действительно У нее была такая харизма Какая-то внутренняя сексуальность Плюс голос Не забывайте И Тургенев потом писал Из-за этой своей По Фрейду молодости Что Мне нужно было Чтобы меня женщина Вминала Лицом в грязь Ну это я Недословно цитирую Но смысл примерно такой Вот Виардо Как раз этим с ним И занималась И еще У Тургенева Есть совершенно Малоизвестная история Малоизвестная страница В истории Он Выполнял здесь В общем-то Фактически Задание нашей разведки Он устраивал Пытался устраивать Пиар-акции В французской прессе То есть он кого-то Подкупал У него здесь были знакомства Опять-таки Через ту же самую Полину Виардо И в общем-то Тургенев Это один из самых Первых наших Пиар-агентов В Европе Не всегда это было Удачно Иногда это было Удачно И соответственно Мне кажется Данная страница Она достойна изучения Я не очень много К сожалению Про это знаю Но это входит В сферу моих Конкретных интересов Особенно в рамках Проекта Россия Чужой взгляд И все такое прочее Соответственно Тургенев Закончил свои дни Здесь Слава Богу Он успел Помириться За Стоевским До этого Буквально Во время Открытия Памятника Пушкина В Москве В здании Благородного Собрания Достоевский Толкнул речь И они Помирились А почему Они поссорились А тоже очень интересно Тоже связано С Европой Потому что Достоевский Здесь Достоевский Я уже вам рассказывал Он тут бегал За другой женщиной За Полинарией Сусловой Которую Значит Ее будущий муж Василий Розов Называл Суслихой И Достоевский Ну каждому Нужен какой-то Пар Пар Вот Выпустить Сейчас Как бы Люди выпускают пар Пишут комментарии В интернетах Различные И говорят Что это вообще За придурок Как бы Как так можно Рассказывать Про прекрасный город Париж И так далее Поэтому вы это Учтите На самом деле Я не знаю Почему вы вдруг Заплатили деньги Приехали сюда И на этого Придурка Смотрите с таким Вниманием И даже Улыбаетесь На самом деле Нет Вам все расскажут Умные Подкованные люди А в 19 веке Диванные тролли Были В гораздо меньшем Количестве И не так Возможно Было писать Это все Поэтому Достоевский Выпускал пар На Рулетке И один раз Он выпускал До такой степени Что остался Аж чуть ли не Без портков Сидел В комнате Без света Практически Без чая Потому что Мы во всем Отказали И вот Тургенев Присыл денег И потом Спустя много лет Достоевский Ему эти деньги Отдал И Тургенев Сказал Что я тебе Как бы Другую сумму Давал В общем В общем Там у них Ну это Как бы Вопрос Не столько В деньгах Сколько Как бы В принципе Был На самом деле И Достоевский Всегда завидовал Тургеневу Потому что Тургенев писал Свободно Свободно Не Находясь Под пятой Соответственно Долговых Обязательств А вот Достоевский То нет Потому что У Тургенева Рано или поздно Мама умерла Могила Находится На территории Донского монастыря Я ее там Видел зимой Вот Соответственно Его из отпевали Далее Отпевали Одного Из Героев Нашего Будущего Рассказа Сергей Дягилев Про него Я расскажу Потом Отдельно Возле Театра Шатле И возле Театра Елисейских Полей Который Находится На Вильной Монтейне Потому что Дягилев Это Самый Главный Пиарщик Нашего Искусства И На самом Деле Конечно Я думаю Что Его Ну Я не хочу Скать Подвиг Это Его успехи Не повторил С тех пор Никто По части Продвижения Именно Нашего Искусства На запад И вот Это все Русский Балет Русский Балет Это все Благодаря Дягилев На самом деле Хотя Если честно Балет Это был Не совсем Прям таки Русский Ну По крайней мере Не вот Классический Балет А-ля Чайковский Да Вот это Вот Все Значит Дягилев Здесь Отпевали Далее Здесь Отпевали У нас Шаляпин Шаляпин Тоже Очень Интересный Парень Значит Во времена Разгула Терроризма В 1905 В 1906 Годах Когда у Горького На углу Воздвиженки Театрального Проезда В квартире Андреевой Там была Целодинамитная Мастерская Были боевики Кавказские И снизу Приходили люди И говорили Не могли бы Вы как-то Поспокойнее Себе вести А то Нам пули Прилетают Как бы И значит У меня жена На рояле играет А вот Пуля в рояль Попала Шаляпин В отеле Метрополь На званых Банкетах Пел дубинушку После чего Собирались деньги Все понимали На что эти деньги Идут Когда ему Соответственно Николай второй Подарил Очередные Там часы Шаляпин Сказал Ну у меня В принципе Такие уже есть Как-то надо их По-другому Оформить Там бриллиантиков Побольше Ну то есть Вот Так Этот Господи Какого Наш гениальный Художник Обрубель Ему как-то Сказал Когда Увидел Что Шаляпин Под рыбу Красное вино Пьет Он сказал Что ну вы Как-то Сударь С вами Тут мало Кто сел Из приличного Общества Вот это Было модно Да Их дубинушка Ухнем Он как только Ее запивал Все соответственно В сериале Жизнь Клима Сангена Отлично Сцена Показана 17 год Приходят Большевики И как-то Вот Сразу Ну Все Шаляпин Значит С Свалил Из страны И жил Здесь На самом деле Потому что Одно дело Как бы В метрополии Как бы Дубинушку На столах Петь Когда вокруг Все Значит Нанизав На вилку Семочку Семгу Значит Себя слушают Внимательно А другое дело Когда это все В реале происходит Соответственно Шаляпин вернулся И Значит Шаляпина Веступривали Это уже Три знаковых Персоны Еще Ну Если Как бы Кинуть Мост Уже В современность Еще Одна Знаковая Персон Это конечно Тарковский Тарковский Который Творил Под пятой Кровавой Советской Диктатуры А ему Все Нормальные Продюсеры Американские Говорили Что Дорогуша Ты Вот Эти Фильмы Например Сталкер Никогда Был Жизнь В Америке Не снял Потому что Никто Был Тебе Вам уже Например Да Просто Такой Краткий Набор Фамилии Чтобы Вы Поняли С чем Это связано В этой же Церкви Присходило Венчание Пикассо С балериной Хохловой Я вам рассказывал Что У Пикассо Была Жена И Он ее Писал И ее Портреты Они Не с четырьмя Сиськами Которые Значит Из ключа Торчат Они Вполне Такие Ну При При Понятные Для нас Вот Причем Все Четверо Этих Свидетелей Были Необыкто Значит Затем Естественно Это стал Центром Белой Миграции Вы Сейчас Зайдете Туда Вы Видите Массу Реликтов Которые Связаны С белым Движением И самое Главное Со всеми Вот этими Офицерскими Историями И кресты И подарки И Ну Не подарки Дары Точнее И так далее А вот После 70-х Годов Эта церковь Была Конечно Под упаковку Французских Спецслужб Потому что Считалось Что она Рассадник Как бы Нашего Нашего Влияния То есть Это очень Интересная Ситуация В Советском Союзе Религия Официально Запрещена Но Вот мы Через нее Влияем В Европе Ну Такое Тоже Присутствовало Действительно И Сейчас Сейчас Открылся Новый храм Святой Троицы Прямо На берегу Сены Это Совершенно Уникальный Объект Потому что Он смотрит Лоб в лоб На Площадь Альма Значит Вот он Привет Это тоже Я расскажу Потому что Альма Это Битва На этой Реке Один из Позоров Крымской Войны Ну Тем не менее Вот Соответственно Теперь Вы можете Зайти туда Ну Там Не знаю На 5-10 минут Посмотреть Постоять Там есть На что Посмотреть И Потом Соответственно Мы выходим И встречаемся Спасибо за субтитры А как А им не повезло Представляете Какая у них Тяжелая Ноша Ну Что я могу Сказать Вот это Один из Таких Как бы я назвал Ватных Памятников Франции Вот у нас Например В Петербурге Есть свой Такой Памятник Это Арка Триумфальная Которая Стоит возле Московских Ворот Многие Приезжие Когда едут Из аэропорта Они ее Проезжают Но Мало Кто знает Что Она не Написана Что Это В честь Победа Над Турцией И В честь Подавление Польского Восстания 1930 Года То есть Ну Скажем так Себе Памятничек На Тоненького И была же Очень интересная Ситуация Потому что Проспект Назывался Забалканский Должен был К нам Приехать Посол Турецкий И не Камильфо Был ему По Забалканскому Проспекту Ехать Переименовали Московский Значит Я вам покажу Очень замечательные Картинки Как Сквозь Эту арку Проходит Доблестная Фашистская Инкорпорированные Фотографии Их делал Наш Петербургский Умелец Который Вот Инкорпорирует Это все Если вы посмотрите На все Вот эти Вот надписи Здесь То вы видите Смоленско Полоцк Красное Великие победы Французской Армии Наполеон Да-да-да Победы Великие победы Французской Армии Все Как мы любим Оструленко Но это Уже Не совсем Хотя нет Ну Поскольку Польша Была наша То Соответственно Это все Была наша И эту Арку Наполеон Заказал Себе Еще при жизни Да-да И Она Началась Строиться Но Но Увы Иах Не закончится Она была Посвящена Не только Его победам Она еще Была Посвящена Вообще Победам Революционной Франции Потому что Например Гимн Франции Марсельеза Он родился В процессе Как раз Защиты Революционной Франции От Врагов Которые Шли Ее Завоевывать У нас Революционная Армия Тогда Этих Санкиллотов Их Разбила В пух и прах И я уже Говорил О одном Из своих Выпусков Что Припев Марсельезе Пусть Сан-Ампюг Нечистая Кровь Пропитает Наши Поля И Ничего Французы С этим Живут Прекрасно Поют Это Все Время И никого Ничто Не смущает Или Вот Эта Табличечка Прекрасная Умершим За Францию Я вам не буду Рассказывать С этими Алжирсами Тунисами И марокканцами То есть Мало того Что Франция Очень долго Была Ну она и сейчас Отчасти Такого И является Хотя Сейчас В меньшей степени Жутко Швейнистической Страной И Никакому Нормальному Французу Вообще Не пришло бы В голову Что Какой-то Алжир Его Надо кому-то Отдать Какая-то Самостоятельность Независимость Это Отдельная Как бы Страница В истории Но суть не в этом Суть в том Что Может быть И выигрывал Наполеон Какие-то Сражения Но вот Если мы будем Брать Основные Его войны То тут Проблемы Начинаются В частности Возьмем Эту самую Войну Двенадцатого Года Они побывали Даже в Москве Но Как побывали Так и ушли То есть Москва Сгорела И Сдали ее В совсем Другом Контексте В отличие От Парижа Который был Сдан Немецкой Армией И Если вы Посмотрите Здесь Это вот Понимаете Такой Тотальный Архитектурный Скульптурный Пиар Но поскольку Сейчас туда Нельзя бы ходить Мы посмотрим На некоторые Борельефы Уже Со стороны Кольца Да Вот там Прославляется Значит Там есть Четыре Борельефа Значит Один из Которых Это как раз Вот это Поход Точнее Их даже Шесть Один Это поход Как раз Вот этих Санкелотов Добровольцев Затем Битва При Аустерлице Это как бы Пик Наполеоновской карьеры И на самом деле Именно после битвы При Аустерлице Заказал себе Этот довольно скромный Монумент А потом Там есть еще Четырнадцатый год Это защита Это защита Защита От От кого Да Ну и потом Последний Борельеф Это мир Ну как мир Ну то есть По идее Это мир вынужденный Но он трактуется так Что вот наконец Мир Ну то есть Как все зависит от контекста Как все вот зависит от того Как грамотно Это Преподать И Везде естественно Французы пишут Что именно через эту арку Прошла армия Вот Шарль Деголя И он там продефилировал Но то что здесь В семидесятом году Проходила прусская армия А соответственно Да После нее проходила Ну Реинкарнация прусской армии Уже немецкая армия Вернус здесь проходил Об этом Стараются Не вспоминать Но мы эту тему продолжим На Дефилевой башне Я вам покажу вам там Несколько моих любимых Фотографий С этим связано На арку можно забраться Я там был Но в принципе На самом деле Собственно Та же самая перспектива Только Сверху Значит Чтобы вы начали Ориентироваться Вот Елисейские поля Они вот туда Идут Там есть такой Гонпуа То есть Вот как раз там Где мы встречались Рузвельт Там заканчивался Ну Лес Называемый Да Про Елисейские поля Я еще отдельно скажу Вот туда Вот там тоже Арка вдалеке Видите То есть Тут три арки Карусель Карузель Да Вот это И арка Дефанс Дефанс Это защита Этот район Возник специально Чтобы Защитить Париж От нововведения То есть Они Москл-сити Наши Они вынесли За пределы Парижа Потому что Он находится уже За парижским Кадом За периферик Поэтому называется Дефанс То есть Двоякое такое Название На самом деле Дефанс Это еще и защита Как бы Культурного Вот этого всего И там тоже Арки На нее тоже Можно подняться То есть Там один из главных Офисных центров Парижа Вот в клерке Вот я как раз Я еду к вам На встречу Там без чего-нибудь Десять А они все Дружной толпой Поднимаются Из метро И там Соответственно Они находятся Идет И обычно Король-то Он и ездил Людовик XIV В свой Версаль Он доезжал Вот по этой Из Лувра Он ехал сюда И по Венифош Вот туда Соответственно Ну как по Венифош Она потом стала Венифош А до этого Она конечно Никакой Венифош Не являлась То есть Это была Последняя такая Граница Перед его Поездка в Версали И у меня Здесь случилась В прошлый раз Потрясающая история Которая тоже Очень демонстрирует Нравы царящие В Париже Я был здесь С треногой С Как это Штативом Да Как это у нас На Руси-то называется Да Штатив Нашим словом И Я постав Я вот даже не снимаю Я просто поставил Чтобы в руках не лежать Подошла ко мне Служительница Чернобровая Чернокожая Прекрасная На всех отношениях Сказала Месье Типа Возьмите штатив в руки Я говорю А почему Она говорит Потому что Я вам это говорю Сказала она мне Я говорю Ну вы мне скажите Как бы закон Какой-то там Потому что Я вам Жанна Которую только что Встретили Случно-случайно Ее взорвало Она начала С ней что-то спорить Я говорю Ладно-ладно Я возьму Как только Она ушла Я поставил Обратно штатив На место То есть Это вот такой Комплекс Тетеньки Не бегите По эскалатору То есть Ну вот Вы понимаете Это тоже О многом Говорит То есть Я абсолютно По барабану Взял штатив Поставил Все Но тем не менее Ну соответственно Что Теперь мы можем Немножко рассмотреть Все что здесь есть Да Ну вы понимаете Что если здесь Начать рассказывать Все То мы отсюда Не уйдем До завтрашнего утра Значит Во-первых Вот это место Конкретно это место Оно связано С историей нашей страны Потому что Здесь в 1937 году Проходила очередная Мировая выставка Но здесь всегда Проходили мировые выставки И собственно Вот это все Что видите За моей спиной Это тоже К мировой выставке Об этом сейчас скажу Во время этой мировой выставки 1937 года Мерились письками Два государства Значит Одно из них Называлось СССР Второе из них Называлось Германия В Германии Шпеер Соответственно Придворный архитектор Гитлера Он задумал Вот с этой стороны Я вам покажу Потом картинки Огромный павильон немецкий Он был высокий Высокий Венчал его орел Из-за того Что сам павильон Был очень высокий А орел такой маленький Он такой был несуразный У нас соответственно Проект делал Борис Иофан Который Проектировал Параллельно еще Дворец Советов Которые должны были Взвести на месте Храма Христа Спасителя Такая гигантская Вавилонская башня С Лениным Он топ И там Только палец Ленина Был 7 метров В голове Хотели сделать библиотеку Да Но это отдельная история Я там миллион раз Уже водил экскурсию Вокруг Храма Христа Спасителя В Москве непосредственно Наша конструкция Она была такая ступенчатая И она была практически Чуть ли не в два раза Ниже немецкого павильона Когда они соответственно Увидели Что наш павильон ниже Они как бы расслабились Выпустили пар И все такое прочее И тут Из России Ну и Советского Союза Привозят конструкцию Металлическую Блестящую на солнце Рабочие колхозницы И начинают ее здесь монтировать Выдружать И в итоге Получилось так Что из-за того Что этот орел Маленький А наша такая Бандура Она понимаете Она еще металлическая Она на солнце Когда солнце Она вся Отливает Морис Торрес Лично подошел К Вере Игнатьевне Мухиной И сказал Мадам бы нас спасли Потому что Очень не хотелось Конечно Парижанам Чтобы фашистский орел Парил Как бы над их городом Они тогда еще не знали Что как бы Тут не только орел Будет парить А орлы будут парить Над этим городом Да В переносном смысле Этого слова Таким образом Мы уделали Причем Заказ был крайне ответственный На самом деле Мухина К Мухиной лично В мастерскую Приезжал Сталин И вот Прямо как Наполеон Ой извините Наполеон Николай Первый Спрашивал Монферрана Перед установкой колонны Типа Месье Монферран Вы уверены Что все будет хорошо Он говорит Все хорошо Потому что мы все собрались Значит ждут То же самое и Сталин Приезжал к Мухиной И лично и говорил Что Вы уверены Что все будет нормально Все нормально И вот после этого Конечно Мухиной Много чего прощали Потому что у нее был Во-первых Муж Замков Который там Попал одно время Под раздачу Но Благодаря Мухиной Соответственно Все окончено Благополучно С Мухиной Там отдельная история Мы сейчас ее не будем касаться Соответственно Вот это что касается Выставки Фотографии я покажу Дальше Вот этот Прекрасный монумент Я в одном из своих блогов Рассказывал Что Опять таки Он может ассоциироваться У вас с чем угодно В голове С чем угодно Но только Не с террором А на самом деле Эта выставка была 1889 года Это столетие С момента революции Французской Французская революция Это секир башка всем Сначала королю Потом королеве Я покажу на площади Согласия Где там это все происходило Там В конкретном углу Это все стояло Предприятие Затем уже непосредственно Одним революционерам Ну а потом уже Сам Робеспьер Собственно Отправился К прадцам И Были разные На самом деле Варианты Да Один из самых Приятных Это конечно Гигантская гильотина Я считаю Что зря они не взвели Этот монумент Представляете Гигантская гильотина Эфель Который Выиграл конкурс На самом деле Он до этого Прославился уже Инженерными конструкциями Он строил мосты Реодуки Идея это не его Идея не Эфеля Эфель хотел участвовать Ну он как бы не Эфель Он Эфель Если по-французски говорить Эфель когда хотел участвовать Он понимал Все проекты Которые предлагали У него была целая контора На самом деле Огромное количество инженеров На него трудилось И проектировщиков Он понимал Что ну как-то не то И тогда Ну по-разному произносит фамилия Кошля Кошлин Короче Кехлин В общем Один из его инженеров Вот с этой фамилией Он предложил Он взял короче Фермы просто мостовые И вот пришел И ему вот так вот сложил Сказал Смотрите Ну говорит Слушай Круто А для чего она Он говорит Да ничего Просто красивая Он говорит Ну Why not Как бы И они выиграли этот конкурс На самом деле И потом Потом Вот вы обратите внимание Вот на этот полукруг Видите Внизу полукруг И вот эти вот перемычечки Их не было В изначальном проекте Это уже архитектор Доработал Дело в том Что Эфель Он не был архитектором Он был вообще Инженером и главой Инженерной фирмы И соответственно Подавал на конкурс Не он Подавал Я не помню фамилию Архитектора Подавал архитектор И именно архитектор Когда ему показали Он сказал Слушай Все круто Но вот как бы Не хватает чуть-чуть И он прямо на листке Ему вот Он говорит Вот так и так Он говорит Блин Ну это конечно тяжелее С точки зрения технической И больше железа потребуется Ну ладно Окей Значит Они выиграли этот конкурс И Филь Он пробивал Лбом Вот эту оппозицию Значит Сначала выяснилось Что там очень Грунты Хлипкие Надо было туда заливать Вот эти вот Четыре основания Их заливали Кистационным способом То есть Это как Таким же способом Которым строили Бруклинский мост Изначально То есть И Филь Прямо подозвал Министра Взял стакан в руку Говорит Вот я вам объясню Как это действует Так вот стакан Поставил в воду И начал опускать Говорит Видите этот пузырь Вот в этом пузыре Мои рабочие будут работать В прессе была Огромная компания Из-за того Что там рабочие Задохнутся Умрут Сам этот министр Туда спускался Вышел Такую Терев пот Затем соответственно То есть Сначала были землекопы Потом их сменили Клепальщики Два миллиона заклепок Каким образом Это Ну Я до сих пор не знаю Девочка Огонь 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 Значит Во-первых Это Ну вот В английском языке Это Prefabricated Я до сих пор не знаю Как это По-русски правильно сказать Да Ну то есть Это готовые конструкции Их уже сюда привозили И на месте склепывали Как клепали С двух сторон Во-первых Были бригады По четыре человека Огромное количество Этих бригад Они соревновались У каждого Был свой способ Работы Значит Эту заклепку Сначала Один До раскаленного Состояния Накалил У нее была крышка Шрапка С одной стороны Затем ее вставляли Человек Который вставлял Он ее держал Таким специальным Балдажником А с той стороны Просто молотком Вот эту горящую Раскаленную штуку Ее расклепывали Расклепывали Вот как блондинкам Что вот Это вот хорошо Это все мы успеем Не переживайте Ну и соответственно Пиком Было конечно Письмо Которое подписали Александр Дема Младший Мапасан Что это Самое уродливое Вообще Сооружение Ну и вы знаете Классическую историю Что Мапасан Любил там Обедать И когда вы Спрашивали Как вы Да Которые так ненавидят Эту башню Вы там обедаете Он говорит Это единственное место Откуда ее не видно И у нее был Лимит по времени Был лимит по времени Спасло ее На самом деле То есть И Фелли там По разному говорил Он Это и соответственно Венец инженерной мысли И значит Там можно какие-то Научные Эксперименты проводить Но Спасло его Радио Когда выяснилось Что Ну уже было понятно Что будет война с Германией Нужна была антенна И Фель говорит Вот Значит Они протянули С самого верха Такие Ну отсюда Незаметно были Несколько тросов Металлических И превратили Эту башню В гигантскую антенну И благодаря этому На самом деле Например Был такой знаменитый случай Когда На шести тысячах Такси Вывезли Армию французскую Так вот Вывезли ее В тот момент Когда Немцы просто В какой-то момент Они перестали Дашифроваться Они поняли Что что-то французы Не поспевают за ними И была перехвачена Радиограмма С помощью этой башни И выяснилось Что они там Уставшие У них не хватает Боеприпасов И срочно Перебросили армию На этих такси И остановили Немецкую армию Вот благодаря Эйфелевой башне Эйфель на самом деле Эйфель Он после этого Прожил Еще довольно Очень много чего сделал Но конечно В историю Вошел Этим монументом Самое интересное Что он же Он же выиграл тендер На строительство Троицкого моста В Петербурге Да Но наша городская дума Петербургская Она что-то там Показалась ей Слишком большая смета И в итоге Строил не Эйфель Строила другая Тоже французская Спильма Ботиньоль А так бы На самом деле И наш мост Троицкий Мог бы был Быть построен Господином Эйфелем Ну это если Собственно так Очень Очень Вкратце В чем Проблема Вот с тем храмом У которого мы были Храма Александра Невского Дело в том Что он Под патронатом Западного Эрзархата Это называется Который Соответственно Под патронатом Константинопольского Патриархата Дело в том Что конкурирует Не только Кока-кола С пепси-колой Не только Найкс и Дидас Конкурируют Еще другие Парни Бравые С Санкт-Петербургским Патриархатом Конкуренция Началась Еще в 19 Веке Когда были Вот эти Терки На Балканах И мы Пытались Освобождать Наших Братушек Которые Как выяснилось Во время Второй Мировой Войны Нам ни разу Вообще Не вратушки Особенно Болгария Но вот Из-за Болгарии Как раз И получилось Все потому Что Константинопольский Патриархат Назвал их Схизматиками Потому что Они организовали Свою Как бы Хотели стать Автокефальной Как сейчас Украина Мы как бы Признали Российская империя А Константинопольский Патриархат Не признал То есть Уже тогда Начались эти терки Ну после 17 года Понятно Тут уже вообще Вот и нарисовался Такой вот Западный Эрзархат Который заведовал Как раз Всеми приходами В Европе Он был Под Константинопольским Патриархатом Значит Сейчас Поскольку У нас С бравым Государством Украины И все сладкое Соответственно Недавно Как вы знаете Произошел Разрыв Между Русской Православной Церковью И Константинопольским Патриархатом То есть По логике вещей Вот этот вот Храм Святого Александра Невского Он уже К нам Никакого отношения Не имеет Имеется ввиду К Русской Православной Церкви Ну так Если уж С буквой Закона Следовать Вот При том Что там На самом деле Я вот обратил Внимание В этот раз Там даже Есть икона Семеновского полка Из Веденской Церкви Которая раньше Располагалась В Петербурге Напротив Пушкинской Станции Метро Да Там справа Сейчас Макдональдс А в парке Там этот храм Стоял Там Потому что Рядом Плац Семеновского полка Где казнили Ну сначала Была казнь Не насмерть Достоевского Потом там Первого марта Народовольца Казнили И вот Эта икона Как раз Из этого храма По проекту Константина Тона Он был снесен Она там присутствует В этом соборе Соответственно Этот храм Как бы мы вычеркиваем Был здесь Еще один храм Который Уже перестал Особенно После того Как Ну перестройка Да Все хлынули Из России Более-менее Свободные Эти новые русские Тем более Которые все Гришки Замаливали Каждый раз На Пасху Занося там Чемоданы Бабла В каждую церковь Значит Стал вопрос О том Что ну Уже не хватает Просто тупо места И начали Значит Еще саркази был У власти Начали вести Тут внезапно Пропал звук Остался только Видеоряд Но с камеры Там звук Совершенно ужасный Очень много шумов Поэтому мне придется Закончить Вот здесь Из Петербурга Из Сестрорецка Если быть Точнее В общем Суть в следующем Свято-Троицкий Кафедральный собор О нем идет речь Именно он Соответственно Находился у меня За спиной Когда я Был еще В Стольном Граде Париже Дело в том Что Раньше на этом месте Стояла Абсолютно Такая Неприметная Постройка Точнее Комплекс Постройка Которая принадлежала Французской Метеорологической Службе И они решили Соответственно Это все дело снести А участок продать Выставили его На торги А К тому моменту Как я уже Объяснил В общем-то Количество прихожан Наших Увеличилось До такого размера Что Ну Стало Не хватать Храмов И вот Наше правительство Был главе С Владимиром Владимировичем Озадачилось Вопросом О постройке Нового храма А тут Собственно Участочек В самом Что ни на есть Центре Вот центре Не бывает Города Парижа Ну и за этот Участок Бодались Не только мы Бодалась еще Канада И бодалась еще Саудовская Аравия Мы Уверенно Победили В этих торгах Деньги были Уплачены Естественно Как вы понимаете Из нашего Госбюджета Неоткуда Нибудь Еще Сумма Сделки Не раскрывается Но по сведениям Некоторых Французских СМИ Она достигала Там 60-70 Миллионов Евро Вот Стоимость этого участка И Дальше Был объявлен Конкурс В этом конкурсе Приняло участие 10 таких Архитектурных команд Там были И русско-французские И чисто русские Проекты И чисто французские В итоге Победил Человек Который Родился В Узбекистане Но известность Приобрел В Испании Зовут его Мануэль Нуньес-Яновский И прославился Он своим Проектом Который Называется Арены Пикассо Построенный Точно так же На французской Территории В городке Нуазиль Легранд И это В общем-то Жилой Комплекс Который Сразу же Надел Шуму И В общем-то Выдвинул Его Вряд Ведущих Архитекторов Современности Мануэль Нуньес-Яновский Предложил Совершенно Потрясающий Проект Это должна Была быть Не просто Церковь Не просто Храм Ну собственно Там изначально В тендерном Задании Было Условие Что Это Должен Быть Такой Культурный Духовный Просветительский Центр То есть Это Целый Комплекс Зданий Он Накрыл Его Вот Это Вот Это Весь Комплекс Такой Я уже Не знаю Как назвать Пеленой Что ли Или В общем Разный Можно находить Аллегорические Трактования Но Выглядело Это Крайне Круто Очень Круто И Если бы Этот Проект Был Реально Осуществлен Бы То В центре Парижа Появился Бы Ну Вот Такой Манифест Российский Манифест Причем Духовный Религиозный И так далее И тому подобное Что Конечно же Было Несколько Вызывающее С точки зрения Парижан И ряда В общем-то Ведущих Политиков И общественных Деятелей Понятно Что Включилась Тяжелая Артиллерия В виде Мэра Парижа В виде Министра Культуры Франции Которые Воспротивились Данному Проекту Ну И В общем-то Нашим Ребяткам Пришлось Дать Задний Ход И Отстранить Архитектора От Участия В строительстве Привлечь Уже Другого Специалиста Им Стал Жан-Мишель Вельмот Он Не прославился Такими Вот Вельмот Вот Не прославился Такими Умопомрачительными Вещами Типа Арена Пикассо Но Собственно Тоже Один из Выдающихся Зодчих Который Убрал Вот эти Все Новации Оставил Чуть-чуть Буквально Первоначального Замысла И Он Вылился В то Что Когда Мы Подходили К этому Собору Одна Из моих Экскурсанток Спросила Ой А что Это За Торговый Цендер Ну Реально Если Не Рассматривать Купола И Подходишь К Сене То Действительно Он Может Выглядеть Как Такой Современный ТРК Но На этом Приключения Не Закончились Значит В 2015 Году Как Вы знаете Акционеры Юкоса Они по всему миру Пытались Соответственно Отжать Отжать По максимуму И Вот Прекрасная территория Собственно Они на нее нацелились Соответственно Подали в суд Но Значит Французский суд Он Постановил Что данный Участок Находится В сфере Дипломатической Неприкосновенности Под Соответственно Я не знаю Как это правильно Сказать В общем Является Неотторжимой Частью России И Акционеры Юкоса Проиграли Более того Это привело К тому Что Уже Во французском Парламенте Начались Дебаты По этой теме И был принят Специальный Закон Специальная Поправка Которая Охраняла Активы Зарубежных Стран Во Франции Эта поправка Сразу же Получила Название Поправка Путина Значит Де Путина Ну Собственно Мы знаем Много Всяческих Поправок Анти Русских Советских Российских В основном В США А вот тут Очень интересный Момент Когда есть Поправка В обратную Сторону Но и это Еще не конец Значит Предполагалось Что открывать Этот собор Будут Франсуа Оланд И Владимир Путин Путин В 2016 В 2016 Год По-моему Да Но Там Случилась Другая Неприятность Вы помните Эту историю С Местралем И прочее То есть Полный Коллапс В наших Взаимоотношениях И В общем-то Путин Во Францию Не поехал То есть Французская сторона Отказала ему В статусе Официального Визита Свела его К какому-то Болинийскому Статусу Мы не поехали Путин В итоге Там был В этом Самборе Годом позже Есть фотографии В интернете Но В общем Видите Сколько Всего Связано С этим И теперь Действительно Вот Мост Альма Значит Улица Альма Это Событие Отмеченное Не самым Лучшим образом В нашей Памяти В нашей Истории Это то Когда мы Начисто Проиграли Битву При этой Реке Тогда Командовал Войсками В Крыму Александр Менщиков Николай Первый Подбирал Себе В общем-то Иногда Генералов Не по их Полковуческим Данным А по Их Преданности Ему Самому Менщиков Безусловно Был предан Николаю Первому Но Например Такая Подробность У нас Когда Происходила Эта Битва Ну Во-первых Союзные Войска Спокойно Высадились У них Не было На тот Момент Достаточного Количества Оружия На берегу Их Можно было Атаковать Но Менщиков Побоялся Корабель Корабельной Артиллерии Потому Что Там Корабли Стояли И Не Сделал Этого Тем Самым Соответственно Факт Внезапности Неожиданности Вот этот Суворовский Порыв Был Потерян Далее Он Сам Лично Ездил С фланга На фланг Во время Этой Битвы В общем Со штабной Работой Тоже Были Серьезные Проблемы Ну И В общем На этом Мосту Есть Одна Единственная Сохранившаяся Скульптура Там Было Четыре Зуава Парижане По этому Зуаву Всегда Смотрят На Уровень Сены На Уровень Наводнения То есть Если По колено Это Один Уровень По щиколотку По горло Это Уже Другой Я В прошлый Раз Когда Ездил И У меня Было В прошлой Экскурсии Эти кадры Я Держались Только За счет Канатов Прикрепленных К набережным Так вот Эти Зуавы Как раз Со Штуцерами Нарезными Они Очень Прекрасно Убирали Наших Офицеров Поскольку Те Выделяли Своими Палетами В общем Мы Отступили Но Союзные Войска Нас Не преследовали Потому Что Никто Не мог Поверить Что Это И есть Армия В Крыму Все Думали Что Это Авангард Поэтому Если бы не 18 тысяч Моряков Севастополя И Такие Выдающиеся Люди Как Корнилов И Нахимов То Была бы Совсем Труба Но Это Отдельная История Я к тому Что Этот Собор Он Смотрит Вот На Эти Топографические Мемории И Конечно Сочетание Адовое То Есть В Париже В принципе Там Есть Бульвар Себастоболь Севастополь И наши Иногда Приезжают Ой Севастополь И мало Вообще В честь чего Собственно Назван Этот Бульвар Отнить Тоже Не повод Для гордости Ну И Надо Конечно Сказать Что Если У вас Возникло Желание Побывать В Париже В моей Компании То Следующая Группа Поедет Туда 21 Января Я Вам Могу Выслать Все Подробности Об этом У меня Есть Такая Памятка На Электронный Адрес Или Вконтакте Мне Пишите Ну А Если Вас Интересуют События Здесь На территории Нашей Родины То Соответственно 3 И 10 Ноября Лекции В Москве Монферран Против Рептилоидов И Горький Против Большевиков В библиотеке Кутузова Да что ж Такое Каждый раз Я это делаю В библиотеке Толстого На проспекте Кутузова 4 Ноября Экскурсия В Нижнем Новгороде Про Террористов И не Только А 11 Ноября Лекция Монферран Против Рептилоидов В Петербурге Ссылки На все Встречи Есть Вот Там И У меня Есть Еще Предыдущие Два Выпуска Посвященные Экскурсиям По Парижу Вы можете Либо погуглить Либо Просто Я размещу Ссылки На эти Выпуски В описании Под этих Видео Чтобы вы не Искали Можете Ознакомиться На этом Все Я надеюсь Что вы Посмотрели На столицу Франции Несколько Иными Глазами Потому Что я Стараюсь Всегда Рассказывать Не то Что Печатают Глянцевые Путеводители И все Такое Прочее Увидимся С вами Как Онлайн Так И офлайн Пока